Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender. Это 130-й Defender. Самый длинный из линейки. Автомобиль 2013 года выпуска. 2.2 турбо дизель. Механика, полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров. Заменю на нем задние тормозные диски и задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса задние. Суппорт я все равно снимать буду. И чтобы открутить штуцера, я сейчас здесь почистил все вокруг. И забрызгаю ВД-шкой. Грязи было много, закисшее все. Вот такой струбциной пережимаю шланг тормозной, чтобы у нас жидкость тормозная не выходила вся. Вот тормозной шланг. И вот в этом месте его зажму. Вдох. 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 Беру разрезной ключ на 11 и потихонечку, нормально, потихоньку разрабатываю туда вперед-назад и откручиваю. Тогда будет 100% гарантия, что у нас не свернет трубку. Открутил, трубка свободна. Здесь можно ее снять с зажима и приподнять все, она не мешает. Снимаю шплинты и вытаскиваю оси. И так же второй. Второй. Немного разводим колодки. И вытаскиваем их. Внутренняя колодка практически изношена. Сейчас посмотрим наружную. Наружная колодка чуть толще внутренней. А правая сторона изношена до металла. Вот и разница в износе. Из-за этого перебираем суппорта. Разбираю половину, снимаю поршеньки, меняю пыльники, меняю манжеты. Чищу и собираю. Откручиваем суппорт с обратной стороны. Двенадцатигранная головка. По-моему на 13. Да, совершенно вянорная. Головка на 13. Двенадцатигранная. 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 Вверху мешает пружина. Поэтому приходится подбираться подходящим инструментом, который позволит вставить головку. Вот такой вот. Срываем. этим ключом а откручиваем уже головкой которая на 1.4 у нас квадрат все болты я выкрутил и нижний и верхний снимаю суппорт снимаем колпачок снимаем стопор берем головку на 17 откручиваем болты снимаем крышку прокладка умерла ну а теперь откручиваем гайку головка здесь на 52 все придерживаем шайбу и снимаем ступицу снимаю подшипник с шайбой смазки маловато я ее добавлю вот видно тоже между обоймами смазки нету вытаскиваю втулку и видно подшипник тоже мало смазки но тем не менее все работало все нормально теперь что берем откручиваем 5 болтов и снимаем тормозной диск болты здесь 12-ти гранные на 14 хорошо когда есть пневмоинструмент не надо сильно мучиться болты без герметика болты без герметика болты без герметика поэтому сейчас поставлю на какие-нибудь оправочки подставочки и возьму через по диаметру подходящий диаметр старого подшипника или оправочки подберу и выбью отверху подберу этапа основная измельчировалась подберу Подвожу пластмаску, чтобы не раступится, на бетон не упало. Беру оправочку из трубы. Особо не хочет, но выбора у нее нет, она в любом случае захочет. 5 минут жду. Ну что, добавляю еще маленько. И пробую. Вот и все. Диск снят. Беру посадочную, чищу щеткой по металлу. Пластик подложил, видно шпилька прилетела на него. Пластик подложил. Берем новый диск. Новый диск оригинальный. Гамбровер LR 018-026. Пластик подложил. Пластик подложил. Пластик подложил. Новый диск. Прекрасен. Новые детали не все приятные в ощущениях. Беру смазку. Медная смазка. Смазываю посадочной. Диск. Наживляю болты. Диск. 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 И равномерно подтягиваем. И равномерно подтягиваем.